Древняя русская грамота Теория творения и генетического единства мира Эти исследования ушли намного дальше И вот сейчас вышла совершенно новая книга образования на Руси Стеминомический метод обладает свойством высокой точности И он реализует древнейшую формулу, что рукописи не горят Позволяет восстанавливать, не реконструировать, а именно точно восстанавливать знания Даже тех памятников, которые были когда-то уничтожены Более того, это позволяет нам создать целостную картину мира Функция, которую искренне выполнял, исполнял русский язык И вернуть биадекватность познания родного языка в нашу систему образования Какими источниками пользовались при написании книги? В первую очередь, это древнейшие памятники письменности Целая глава объемная посвящена изучению мирила праведного XIV века Кроме того, естественно, мы исследуем лингвистические труды Начиная с древности до наших дней В том числе и византийские Но мы же должны понимать, что лингвистика, как наука, рождалась на латинской традиции И наша задача в основном заключалась в том, чтобы выйти из этих стереотипов И вернуть познание языка на его родную исконную почву А для этого мы, естественно, изучаем русские традиции Формирующие образ жизни народа Это и вышивка, это и боевые искусства Это и женские практики И многое-многое другое То, что формировало быт народа И имеет мировоззренческую основу Но, насколько я понял, это через призму языка все происходит Конечно Конечно, потому что естественная функция русского языка Которая никогда не формулировалась в научной лингвистике Заключается в том, что родной язык мы постигаем всеми органами чувств То есть мы его воспринимаем как абсолютно живое явление Но в силу того, что он воплощает всеобщие законы мира Мы можем постигать через родной язык и мир элементов И мир космических процессов То, что всегда было известно в русской культуре А на кого рассчитаны эти книги? Кто публика? В идеале это рассчитано на тех людей На ребятишек, которые изучают родной язык Но мы должны понимать, что между нами и нашими детьми стоят учителя Вот я учитель русского языка, который много лет преподавал в школе Поэтому в первую очередь, конечно, необходимо, чтобы учителя русского языка Могли объяснить те явления языковые, которые сейчас предлагаются для запоминания и заучивания Для того, чтобы они могли объяснить их природу Для всех людей, кто интересуется вопросами родного языка Мы все его изучали в школе Мы все когда-то зубрили эти правила Мы должны понимать, что это правила авторские Авторские, у них самая разная мотивация Нам же важно постигать родной язык Именно как свод законов, которые позволяют человеку осознать себя как часть всего мироздания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова